Добрый день, уважаемые коллеги, подписчики, случайные и, возможно, не случайные гости нашего канала. Сегодня 10 октября, в Минске глубокий вечер, в 8 часов, 1 минута. В Гомеле, я так полагаю, тоже. У тебя, Андрей, сколько сейчас времени? 20 минут. Ты живешь по минскому времени или по московскому? Я по Москве. Мы с Андреем посоветовались и решили, что надо проэкспериментировать, и мы запускаем новый цикл программ, передач. Надеемся, что это будет цикл, и надеемся, что все запланированные нами гости будут очень интересными. Решили, что вот этот период межсезонья, когда пчелы немножко отдыхают от нас, а мы от них, надо постараться использовать максимально с пользой. Мы пытаемся сами использовать этот период межсезонья условного для того, чтобы максимально эффективно прожить это время и подготовиться максимально к следующему сезону. Для меня в пчеловодстве по-прежнему самым интересным являются люди. Конечно, интересные методы, интересные технологии, но мне кажется, что возможность познакомиться с интересными людьми, посмотреть на пчеловодство их глазами, это очень важный фактор, и мне в последнее время он нравится все больше и больше. У нас целый список гостей, которых мы хотели бы пригласить, начиная от Марка Цукерберга и заканчивая людьми вопроще, но начнем, пожалуй, с пчеловодов. Так, это вырезаем. Не дождешься. Итак, Андрей, что мы предлагаем нашим уважаемым зрителям? Мы предлагаем, во-первых, с пользой провести время в межсезонье. Сейчас можно не колотить рамки, не строгать ульи. У нас предостаточно времени еще, как минимум, месяц. Как же без этого? Ты что? Куда? Руки-то просятся, но... Руки просятся, но мы можем пополнить и багаж знаний за это время, да и потом зимой кто-то раньше что-то сделает, кто-то позже. Будем приглашать интересных людей в студию. У нас студия, можно сказать. Конечно. Студия А2Апис. Ну, запросто. Поэтому у нас есть планы и Юргена Брауза пригласить, и Карла Пернера, и Мартина Керхера. Так, так, ты все секреты-то не раскрывай, давай по порядку. Нет, я не раскрываю, но все, кто согласятся пообщаться, то мы будем общаться, записывать. У вас, друзья, будем просить, чтобы вы задавали в комментариях свои наболевшие вопросы. По обработкам, по пчеловождению, по всему чему угодно. Лучшие вопросы будут какие-то выбираться, задаваться с нашей точки зрения. Кого мы пригласим, Андрей, первым? Вот прямо сейчас. Ты готов пригласить? Прямо сейчас в студию мы пригласим очень уважаемого нами пчеловода, нашего друга, который лично меня очень удивил широтой своего характера. У нас был там один общий проект, Влад нам очень сильно помог, а потом за это все отказался получать деньги. И кроме того, он настолько скромный и настолько, на мой взгляд, компетентный и пчеловод, и блогер, и вообще человек, что мне очень интересно с ним поближе познакомиться. Надеюсь, что и нашим зрителям тоже. У нас есть перечень тех вопросов, которые лично меня беспокоят и беспокоят Андрея, которые мы хотели бы однозначно спросить, задать и услышать ответ у Влада. Но, возможно, у каждого зрителя будет какой-то свой вопрос, который он хотел бы обсудить. Ну что, Влада я пригласил. Сейчас он пройдет по ссылочке и подключится к нам. Далее я бы хотел озвучить две хороших новости. После публикации последних видео мы проводили определенный розыгрыш, разыгрывали матку искусственного семенения. И этот конкурс игривый, который мы придумали спонтанно и в последний момент, оказался очень востребованным. Мы всех благодарим участников за то, что они приняли участие в этом конкурсе. Так вот, новость заключается в том, что мы решили разыграть еще одну матку искусственного семенения. И в этом случае «Маточка» будет разыгрываться за самый интересный вопрос, который будет задан нашему гостю. Это с нашей стороны. С нашей стороны, да. А вторая новость хорошая, что призов будет не один, призов будет два. И второй приз будет вручать сам непосредственно Влад. Что это будет за приз, и определит тоже самостоятельно Влад Белозеров. Критерии для выбора победителя. Ну я же молодой правильный. К нам присоединился Влад Белозеров. Влад, привет. Вышли меня? Нормально? Да, хорошо. Все замечательно. По крайней мере, пока звук в порядке. Итак, разрешите представить. Влад Белозеров. Республика Башкортостан. Белорецкий район. 200 плюс семей. Не знаю, рост твой. Мог бы сказать, рост, вес. Но, к сожалению, пока недостаточно хорошо тебя знают. Влад, очень рад тебя видеть. Еще раз привет. Мы анонсировали, что будет от тебя подарок за самый интересный, творческий, глубокий, интересный, по твоему мнению, вопрос. Что же ты решил подарить? Это будет курмультук-устройство для обработки пчел от клеща ворова. Я думал, ружье. А я думал, это можно курить. Можно и так сказать. Да, двойное назначение. Значит, подогрев происходит в нем при помощи газовой горелки, которая будет входить в комплект. А температура измеряется при помощи пирометра. Пирометр ты тоже даришь? Да, он тоже будет в комплекте. Также кислота... За один вопрос. За один вопрос ты столько подарков решил. И кислоту еще? Кстати, обращаем внимание, мы не распространяем кислоту, кислота для обработки пчел. Естественно. Щавелевая. Щавелевая кислота. Щавелевая, видишь. Влад, не зря мы его позвали, хоть научат нас правильно произносить это словосочетание. Я сам не знаю. Ну давай, давай. Так, Влад, расскажи, вот какие вопросы тебе можно задавать? В чем ты силен? Направление. Ну у нас пасека медового направления, поэтому все, что связано с этой темой, пожалуйста, любые вопросы. Абсолютно. Качевка, все что угодно. Я видел у тебя на канале работа платформами. Ты силен в этом вопросе и очень интересное содержательное видео снимал на эту тему. У нас есть много платформ, то есть часто переезжаем, поэтому наработали определенный опыт. Есть о чем рассказать. Я так понимаю, ты кочевой пчеловод, у тебя 200 плюс семей, сами выводите маток. Все делаем, все сами делаем. Все, полный цикл, короче. Любые вопросы, я думаю, что вопросов должно быть немало. По крайней мере у меня вопросы к тебе есть, я их накопил. И ты их задашь, вдруг выиграешь Курумультук. А сейчас мы огласим правила и критерии конкурса. Мы проводим конкурс, участие в нем может принять любой желающий. Для этого необходимо выполнить следующее условие. Условие номер один. Быть подписчиком канала Влад Двозеров и канала А2Апис. Условие номер два. Вопрос должен быть интересный, он должен быть задан в комментарии к видео, размещенном либо на канале А2Апис, либо Влад Белозеров. И этот вопрос должен быть размещен до 23 часов по московскому времени, 15 октября, это ближайший вторник. Влад выберет самый интересный вопрос, заданный на его канале в комментариях к видео. Мы выберем самый интересный вопрос на нашем канале. Все субъективно, но тем не менее у любого желающего есть потенциальная возможность выиграть сразу два приза. Вот как-то так. Маточку инструментального осеменения и Курумультук. Курумультук, надо запомнить, как это произносится, Влад. Ты какой-то такой новый термин для меня открыл. Андрей, можно я затравочку сделаю небольшую? Давай. Да, Влад, рассказывай, чем тебя можно пытать, какими вопросами. Да, абсолютно любыми, я уже как говорил. Я хочу сказать следующее. Значит, 5 лет назад, если брать время, которое уходило на обслуживание одной семьи, и последние там несколько лет, мы его сократили приблизительно в 3 раза. То есть у каждого пчеловода есть возможность более эффективно работать на пасеке. То есть вот это время, которое мы тратим на обслуживание, его можно отдохнуть, например, или потратить как-то по-другому с пользой. Либо в последнее время можно обслуживать большее количество семей. Поэтому элементы промышленных технологий, промышленные технологии у себя на пасеке, они очень эффективны, они значительно сокращают время. Сейчас никакой порамочной работы, то есть все быстро, никакой даже борьбы с роением на нашей пасеке, такой операции даже нет. Лично мне эти темы очень интересны, актуальны, потому что уперся в то, что мало времени не хватает, а вроде бы количество семей не такое, как у тебя, гораздо меньше. Поэтому мне будет с тобой пообщаться очень интересно. Надеемся, не только мне. Все, всем пока. Бывайте здоровы, живите богато. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok